Встреча с Гомельским экономическим форумом Оксана Васильевна Корниенко, заместитель председателя, начальник управления промышленности и научно-инновационной деятельности Комитета экономики Гомельского облсполкома. В 2002 году окончила с отличием Гомельский государственный технический университет имени Павла Сухого по специальности экономика и управления на производстве. Трудовой путь начинала на предприятии «Свитязь», куда пришла работать еще студенткой на должность машинистки делопроизводителя. Спустя три года стала экономистом, еще через несколько лет заместителем директора. С 2007 года Оксана Корниенко работает в управлении промышленности и научно-инновационной деятельности Комитета экономики. За это время прошла путь от ведущего специалиста до заместителя-председателя Комитета экономики. С августа 2012 года возглавляет управление промышленности и научно-инновационной деятельности. В 2014 году окончила Академию управления при президенте Республики Беларусь по специальности международные отношения. В 2015 году по приглашению канцелярии советника по торгово-экономическим вопросам посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь прошла курс обучения для государственных служащих государств членов Шанхайской организации сотрудничества по вопросам экономического сотрудничества с получением сертификата Министерства коммерции Китая. На вопросы, которые касаются подготовки к проведению 13-го Гомельского экономического форума, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Оксана Васильевна. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Традиционно в мае Гомель становится центром проведения международных встреч. На этой неделе пройдет уже 13-й экономический форум. Как вы оцениваете эффективность подобного способа привлечения иностранных инвесторов в наш регион? Правильно, наш форум уже 13-й, мы его проводим с 2004 года. Если обсуждать эффективность форумов, то соглашения на пленарной части мы стали подписывать с 2008 года. Вот за период с 2008 года по 2015 было подписано 67 соглашений на сумму 1,6 миллиардов долларов США. В принципе, либо реализовано, либо в стадии реализации более 60% наших договоров. Как вы понимаете, на пленарной части обычно подписываются либо инвестиционные договора, либо протоколы о намерениях. И в принципе мы рассчитываем, что все-таки Гомельский экономический форум – это та площадка, где встречается бизнес, где можно получить информацию о инвестиционных проектах, которые предлагает наш регион, о земельных участках, которые мы готовы отдать, об объектах недвижимости, которые продаются на аукционах, либо отдаются за одну базовую величину. И много другой полезной информации. И мы рассчитываем, что все-таки наш Гомельский форум станет той площадкой, где встретится бизнес, где встретится бизнес со своим этим интересом. И благодаря данному мероприятию будет развиваться наша область. Оксана Васильевна, скажите, пожалуйста, делегации из скольких стран примут участие в этом году в форуме? В этом году наблюдается очень большая активность иностранных делегаций. Помимо Республики Беларусь к нам приезжают делегации еще из 28 стран. В принципе, наверное, такой географии уже давно не было. В 2014 году было тоже 28 стран, а так обычно у нас 23-25 стран-участниц. Но в этом году очень масштабные, более 600 человек участвует. Из них белорусских участников порядка 300, и остальные это именно представители как деловых кругов, так и дипломатических миссий иностранных государств. Но помимо традиционных наших партнеров, кто в этом году высказал интерес к Гомелю впервые? По сравнению, если сравнивать со странами-участницами 2015 года, то в этом году у нас принимают участие это Австрия, Ирландия, Казахстан, Узбекистан и Хорватия. Это вот именно новые страны, если сравнивать с прошлым годом. Но, как вы понимаете, так как форум у нас уже 13-й, то очень сложно найти страну, которая, наверное, еще ни разу не принимала участие за весь период проведения этого мероприятия. А есть такие делегации, которые каждый год приезжают? Да, стандартные у нас участницы, как обычно, наши приграничные страны. Россия, Украина каждый год принимают участие. Латвия, Литва приезжают, Эстония почти ежегодный участник, но и ряд других стран. Скажите, пожалуйста, для представителей каких сфер в первую очередь может быть интересен наш форум? Наш форум, по моему мнению, интересен абсолютно всем может быть, потому что мало того, что мы размещаем инвестиционные предложения как на сайте, так и издаем инвестиционный каталог, в инвестиционном каталоге в этом году мы разместили 152 инвестиционных предложения по 11 сферам, то есть отраслям народного хозяйства. В принципе, также можно посмотреть в нашем каталоге и на сайте еще объекты недвижимости. В этом году мы 145 объектов недвижимости разместили, которые готовы продавать. 73 акционерных общества, акции которых тоже подготовлены к продаже. Также 198 земельных участков, 189 земельных участков, которые мы готовы отдавать без аукциона, и 39 земельных участков, которые будут продаваться на аукционе. Будут ли участвовать представители малого бизнеса? Да, у нас как раз будет пятая секция, посвящена сотрудничеству, развитию малого и среднего бизнеса. Очень большое количество участников, это самая масштабная секция, порядка 160 человек будет принимать участие в секции малый и средний бизнес. Традиционно работа Гомельского экономического форума строится как раз по секциям. Расскажите, пожалуйста, в этом году их будет пять, как я уже поняла. Да, все верно. Подробнее. Первая секция – это у нас агропромышленный комплекс, она будет проходить в библиотеке имени Ленина. На секции будет презентоваться не менее 10 инвестиционных предложений. Вот вторая секция – это у нас строительный и жилищно-коммунальный комплекс. Она будет проходить по улице Ланге 17 в ОКЦ, тоже будет презентоваться не менее 10 инвестиционных предложений. Третья секция это торговля, она у нас проходит в облафтотрансе. Четвертая секция это туризм, она проходит в ДК «Юность». И пятая секция это малый и средний бизнес, она будет проходить там же, где и пленарная часть нашего мероприятия, то есть на Федюницкой 18 в бизнес-центре свободной экономической зоны Гомель-Ратон. Самый массовый, какая секция обещает быть в этом году? Малый и средний бизнес. Ну как раз да. Когда-то Гомельский форум создавался и начинал работу как инвестиционный. Почему впоследствии это ключевое слово было изменено на экономический? Ну изначально организаторы расценивали форум как такое мероприятие с целью непосредственно привлечения инвестиций. Потом же в период проведения всех этих наших мероприятий мы поняли, что приезжают сюда деловые круги не только с целью реализации инвестиционных проектов. В принципе приезжают для того, чтобы наладить международные контакты. Мы проводим обычно контактно-кооперационные биржи с предприятиями, то есть когда заявляется участник, он имеет право написать с какими предприятиями расположенными на территории Гомельской области он хотел бы встретиться. И вот параллельно с нашим форумом, и не зря проходит такое мероприятие как международная выставка весна в Гомеле, где выставляются в этом году около 100 наших предприятий. Также предусмотрены помещения для проведения контактно-кооперационных биржи. То есть любой участник, придя на выставку, он может подойти к стенду, который его заинтересовал, к выставленному предприятию. И потом руководство данного предприятия, они проводят переговоры. Мы рассчитываем, что кроме привлечения инвестиций форум у нас еще приведет к развитию нешеторгового оборудования. А еще во время экономического форума пройдет аукцион по продаже неиспользуемого имущества. Скажите, пожалуйста, почему было решено еще и это направление развивать именно во время этой международной встречи? Какие предложения подготовлены? Это, в принципе, по-моему, второй год. Мы в рамках форума еще проводим аналогичные аукционы. Мы рассчитываем, что помимо наших участников белорусских будут поданы заявки еще не только от белорусских участников для привлечения участия в аукционе. В этом году будет 11 объектов недвижимости выставлено. Это как на территории города Гомель, так и в районных центрах. И в ряде районах объекты недвижимости выставляются за одну базовую величину. То есть в настоящее время это около 10 долларов. А каким-то образом потенциальный спрос изучался, прежде чем подготовить эти предложения? Это неиспользуемые объекты недвижимости, которые необходимо вовлекать в хозяйственный оборот. Бывает, да, сначала звонят потенциальные покупатели, спрашивают, будет ли проводиться аукцион на данный объект недвижимости. Когда будут готовиться документы, технические паспорта, то объект недвижимости выставляется. И, в принципе, могут оказываться такое содействие. Но звонят людям, которые до этого интересовались зданием и предлагают принять участие в аукционе. Спасибо большое, Оксана Васильевна. Я предлагаю далее выслушать мнение гомельчан о том, как можно привлекать в наш регион иностранных инвесторов. Имидж нашей страны более афишировать, показывать наши возможности, наш потенциал экономический, как мы на что способны, какие у нас есть ресурсы. То есть больше рекламы? Больше рекламы, да. Я думаю, что нужно немножко ослабить наши законы, потому что просто им здесь невозможно работать с нашими налогами. Нужно ли им землю продавать? Нет, я считаю, что нет. Землю нельзя никому, кроме своих жителей. Показать стабильность нашу, что инвесторы не будут обмануты, не будут самосамокинуты, что их активы не будут отняты от них. То есть создание такого благоприятного и инвестиционного самоклимата, как вот я и сказал, что под ним должны быть уверенности в нашем законодательстве. Это такой вопрос, который, наверное, всю страну нашу волнует. Что нужно сделать? Ну, во-первых, собраться умных людей в республике и разобраться, что нам нужно делать в промышленности, которая в застой. Вот. И, не знаю, наверное, специалистов по инвестициям, куда и что и зачем. По повещению инвестора иностранного, мне кажется, надо сделать так, чтобы у него был интерес все-таки в том, что он будет видеть, что у нас более уровень жизни выше, что платежеспособность населения выше. Вот так вот. Ну, то есть, а по-другому как бы его привлечивать? То есть, если мы покупать ничего не можем, то он сюда и не зайдет, скажем. Вообще у нас здесь климат хороший для инвесторов, я считаю. Все условия для них созданы. Вы смотрите «Диалог». Мы говорим сегодня о подготовке к Гомельскому экономическому форуму. Оксана Васильевна, это были мнения гомельчан, наших зрителей. Скажите, пожалуйста, насколько оно совпадает с подходами специалистов в области привлечения инвесторов? В принципе, соглашусь с одним из участников сюжета, что на уровне республиканском, на законодательном, создано очень много благоприятных условий для привлечения инвестиций, как иностранных, так и отечественных. Тот же вариант – это льгота и преференции в рамках различных законодательных актов. Еще с одним мнением, наверное, соглашусь, что необходимо развивать промышленность. Нашим предприятиям необходимо делать упор на развитие маркетинговых служб, то есть изучать спрос на продукцию, которая требуется рынку, а не производить продукцию, которую мы производим уже достаточно давно. Понятно, что мы ее умеем производить, мы ее продаем, но рынок все-таки вносит свои коррективы. И обычно не крупные предприятия, а более мелкие предприятия, они гибкие, и они лавируют в этой ситуации и начинают вносить хоть малейшие изменения в какой-то вид продукции, который уже будет пользоваться спросом. Вот здесь соглашусь с нашими телезрителями. А так, ну, мое мнение, что на уровне законодательства делается все-таки все, чтобы сюда шел инвестор, чтобы развивалось отечественное производство, отечественные предприятия вкладывали деньги и также привлекался иностранный капитал. Не зря, в принципе, доводится даже показатель такого, как привлечение иностранного капитала. И существует разное понятие, что такое иностранный капитал. Ну, так если чисто теоретическая немного ликбеза, то иностранные инвестиции у нас три категории. Это прямые иностранные инвестиции, портфельные инвестиции и прочие. Вот обычно, конечно, заинтересованы мы в прямых иностранных инвестициях, потому что инвестор приходит сюда, организовывает производство, приносит сюда технологию. Хорошо, что если этот иностранный инвестор – это зарубежная, серьезная, хотелось бы, конечно, транснациональная корпорация, и организовали здесь бизнес, платили нашим людям достойную зарплату, и, в принципе, с этой продукцией производимой выходили на международные рынки. Портфельные инвестиции – это когда иностранный инвестор выкупает долю нашего государства. Если менее 10%, то это портфельные инвестиции, если более 10%, то это уже прямые инвестиции. Ну а прочие – это кредиты, займы и так далее. Ну, хотелось бы, чтобы не кредиты все-таки приходили в нашу область и в страну в целом, а именно для развития пришел стабильный бизнес и развивался. Это и есть конечная цель. Но вообще регион сегодня считается привлекательным для потенциальных инвесторов? Ну, во всяком случае, мы на своем уровне пытаемся сделать все, чтобы наша область, наш регион был привлекательным. Так как у нас, в принципе, много своих таких преимуществ, как мне кажется, то мы считаем, что да. Скажите, пожалуйста, а какие преимущества инвесторам дают возможности, предусмотренные декретом президента номер 10? Да, это очень хороший декрет, по моему мнению. Он у нас с 2009 года работает. Ну, основные, я назову, льготы и преференции, которыми будет пользоваться инвестор, который работает в рамках этого декрета. Этот декрет, он позволяет заключить инвестиционный договор между Республикой Беларусь и инвестором. От имени Республики Беларусь может выступать как область полком, так и республиканские органы госуправления. Это в том случае, если инвестор при заключении инвестиционного договора не требует льгот, которые не предусмотрены законодательством. Если же инвестор претендует на некие льготы, которые действующим законодательством не предусмотрены, то заключается на уровне Совета министров инвестиционного договора по согласованию с президентом. Какие же основные льготы и преимущества? Во-первых, это земельный участок, который будет использован для реализации инвестиционного проекта. Он отдается бесплатно, то есть без внесения платы за право заключения договора аренды. На период строительства инвестор освобождается от арендной платы, либо от земельного налога. Также, если инвестор возит технологическое оборудование с целью реализации проекта, то он освобождается от таможенных пошин и налога на добавленную стоимость. Все эти льготы, они в принципе позволяют инвестору где-то на треть сократить объем капитальных вложений. Потом используется такая норма, как параллельное проектирование строительства. То есть сначала один этап запроектировали, можно приступать уже к строительству и параллельно проектировать второй этап. Потом такая еще льгота, как без лицензии привлекать рабочую силу. Ну вот основные, наверное, льготы вот эти будут. Оксана Васильевна, а знают ли потенциальные инвесторы обо всех этих наших преимуществах? Осведомлены ли они? Мы стараемся доводить эту информацию на всех международных мероприятиях, когда мы куда-то выезжаем, либо если к нам приезжают. Также у нас есть сайт gomel-forum.by. На этом сайте мы попытались в разделе «Путеводитель» разместить, в принципе, там 15 блок-схем размещено. Мы попытались всю нормативную базу свести в такие очень короткие рамки, согласно которым инвестор открыл закладку и посмотрел, как зарегистрировать юридическое лицо, как заключить инвестиционный договор. Ну, если кому-то интересно, зайдите на сайт, посмотрите, и если есть какие-то вопросы, могу ответить. Результатом проведения предыдущих форумов на гомельщине стало создание ряда промышленных производств. Предлагаю в продолжение нашей темы посмотреть сюжет корреспондентов диалога. О существовании этого здания знают далеко не все гомельчане и даже нынешние работники завода станочных узлов, которому оно когда-то принадлежало. По большому счету, этот цех проработал всего несколько лет и с 90-х годов прошлого века практически не использовался. Около 60 тысяч квадратных метров производственных площадей так бы оставались бесхозными, если бы ими не заинтересовалась польская компания Ком-40. В прошлом году на 12-м Гомельском экономическом форуме она подписала протокол о создании в областном центре производства мягкой мебели и матрасов. На предыдущем Гомельском экономическом форуме был заключен протокол о наберениях с предприятием Делком-40. Это компания, основанная польскими инвесторами в городе Гомеле. В результате реализации проекта будет создано крупное производство мебели мягкой и компонентов различных для производства мебели, в том числе и небольшой логистический центр. Общий объем инвестиций иностранных предусматривается более 20 миллионов евро. Если предприятие Делком-40 только готовится к открытию своего производства в Гомеле, то Веза-Г работает здесь уже более 10 лет. Кроме гомельского предприятия, у российского учредителя есть еще 5 подобных производств в России, Беларуси и Украине. В основе производимого вентиляционного оборудования и климатической техники – бывшие военные разработки немецких фирм. Сегодня это теперь уже совершенно мирная продукция, востребована в различных странах. А с открытием предприятие в Гомеле стало поставляться еще и на белорусский рынок. По большому счету речь идет о реальном импортозамещении. В этом же ключе можно говорить и о новом производстве, открытом на Веза-Г. Спектр применения тепловых узлов, выпуск которых начался в этом году, достаточно широк. В связи с чем в Гомеле одновременно ведут переговоры с отечественными проектными институтами об использовании такого оборудования на строящихся объектах. Процедура достаточно продолжительная по времени, но есть все основания надеяться на положительное решение. Сейчас проводится работа с проектными институтами, которые должны заложить эти изделия в свои проекты. Этот процесс займет где-то в порядка полгода. То есть результат не одномоментный, не одновременный. Вы смотрите диалог. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя, начальник управления промышленности и научно-инновационной деятельности Комитета экономики облсполкома Оксана Корниенко. Оксана Васильевна, какие еще интересные проекты, вот помимо тех, что были в сюжете, нашли свое воплощение и были реализованы? В принципе, институционные проекты, которые реализовывались, это, вот недавно ввелся у нас, в 2015 году, это на БМЗ строительство мелкосортно-проволочного стана. Также проект реализуется в сфере деревообработки. Это мелованные и немелованные виды картона на Героя труда в Добруском районе. И на Светлогорском ЦКК реализуется проект по созданию производства беленой целлюлозы. Если рассуждать уже по институционным проектам, которые именно свое начало получили в рамках форума, то можно назвать, в 2010 году, по-моему, подписывали протокол о намерениях по строительству воздухоразделительной установки на Белорусском металлургическом заводе. Там у нас участвовало 4 инвестора. Один из них Белорусский металлургический завод, инвестор из Германии, из Австрии и из Российской Федерации. Этот проект уже реализован. Потом все мы с вами знаем, магазин, раньше это была линия, теперь Евроопт, гипермаркет. Это тоже корпорация ГРИН. С ними заключали мы протокол о намерениях в 2010 году. И тоже он уже реализован, как все знаем, все это входим и пользуемся услугами данного гипермаркета. Гостиничный комплекс «Уют» возле вокзала, наверное, тоже знаете эту гостиницу. Когда-то тоже был подписан протокол о намерениях с российской компанией «Амакс». И все мы видели после реконструкции, какая большая разница между гостиницей, которая была до прихода российского инвестора, и какая гостиница сейчас. Один из первых в 2009 году мы подписывали тоже протокол разработка месторождения силикатных песков в Борисковиче. Это в Мозерском районе. И там компания «Лотос» организовала производство зелез ячейстого бетона. Потом очень много подписано у нас тоже соглашений по строительству сети супермаркетов, гипермаркетов. Вообще, вернемся опять к теме инвестиционных договоров. В Гомельском облсполконе подписано 179 инвестиционных договоров на сумму более 2 миллиардов. В принципе, наверное, 60 уже реализовано. Наверное, штук 40, нет, 50 будет в стадии реализации. Ну и, конечно, практика не исключает и расторжение инвестиционных договоров. В основном это, конечно, когда инвестор не исполняет свои обязательства, потому что инвестиционный договор – это все-таки договорные условия, согласно которым инвестор обязан реализовать проект и вложить некую сумму денег. И если инвестор не реализует, то, конечно, применяются штрафные санкции вплоть до расторжения этого инвестиционного договора. Ну и в результате расторжения там изымается земельный участок, который был предоставлен. То есть невозможно заключить инвестиционный договор, попытаться реализовать, вот если там бывают, может, какие-то схемы. Инвестор не имеет права совершать сделки, влекущий переход права собственности. То есть если земельный участок выдан именно этому инвестору с целью реализации именно этого инвестиционного проекта, то именно в этом направлении он и может быть использован. Как только возникают ситуации, что срываются сроки, приходится, тогда выезжает комиссия, у нас при облсполкоме создан совет содействия привлечению инвестиций. Совет создан для того, чтобы помогать инвестору решать его такие проблемные вопросы. Гомельский облсполком идет на продление инвестиционных договоров. Если существуют реальные причины у инвестора, затормозит тоже строительство. Например, отсутствие финансирования. Все мы с вами понимаем, что ситуация сейчас довольно-таки непростая. Если у инвестора в данный момент отсутствует денежное средство, он имеет право пролонгировать строительство. У нас изменилось тоже законодательство. Если раньше земельные участки, на любом земельном участке пришел инвестор, захотел реализовать инвестиционный проект, и он пришел, выбрал себе земельный участок и сказал, вот здесь я хочу реализовать. То сейчас существует перечень 189 земельных участков. Каждый земельный участок, на него разрабатывается градостроительный паспорт. Земельный участок, он так называется. И там указано назначение. То есть, если этот земельный участок предусмотрен для строительства, допустим, объекта общественного питания, то инвестиционный договор может быть заключен на объекты общественного питания. Но опять-таки у нас сейчас немного скорректировано законодательство. Инвестиционный договор может заключаться только на реализацию проектов в приоритетных секторах экономики. Вот недавно, 12 мая, по-моему, этого года, внеслись изменения, где очень четкий перечень приоритетных видов экономической деятельности секторов экономики, по которым мы имеем право заключать инвестиционный договор. Какие-то направления? Машиностроение, в принципе, металлообработка, промышленность строительных материалов, пищевая промышленность. Там достаточно большой перечень. Оксана Васильевна, что чувствуете, когда понимаете, что судьба у проектов, в которых было вложено столько сил, столько средств, столько людей работали, а судьба такая, неопределенная, остается на протяжении долгих лет? Бывают ведь такие ситуации? Бывают. Конечно, у нас всегда мысль такая, что инвестиционный проект, когда разрабатывается, конечно, мы пытаемся найти инвестора. Мы бывает такое, но очень часто практикуем, что мы непосредственно ищем где-нибудь за рубежом инвестора, который специализируется именно на данном виде экономической деятельности, либо у него аналогичное производство за рубежом. Мы обращаемся к этому инвестору, приглашаем, рассказываем про все наши льготы, про возможности, про преференции, чтобы он приехал и организовал здесь производство. Про Делком 40 было в сюжете. Это польский инвестор. В прошлом году было верно сказано, подписали ему протокол о намерениях. И вот данный инвестор, он заинтересовался именно промышленной площадкой номер 2 завода-пускочей. Но так как изначально за этот объект недвижимости была проведена рыночная оценка, он достаточно дорого стоил. Но законодательством у нас предусмотрено, за этот объект недвижимости он выставляется на аукцион. Если аукцион не состоялся, то есть никто не заявился, либо заявился один инвестор, но он отказался приобретать по цене, увеличенной на 5%, то аукцион признается нерезультативным. И государство имеет право от первоначальной стоимости снизить 20%. Это первый шаг. Аналогичная ситуация происходит, если на первом шаге по снижению никто не заявляется, государство снижает на 50%. И максимальный шаг снижения на 80%. И вот когда уже прошли мы все эти этапы, польский инвестор выкупил, и мы надеемся, что будет организовано достаточно масштабное производство, потому что объем инвестиций по этому проекту, если мне память не изменяет, было порядка 40 миллионов долларов, и планировалось больше 100 рабочих мест. Мы надеемся, что именно наши люди пойдут туда работать, потому что мы все с вами понимаем, у нас в наследство нам после Советского Союза достались достаточно крупные промышленные предприятия, технологический процесс не стоит на месте. То есть если раньше на одном станке могло стоять 5 человек, на одной технологической цепочке, то теперь с учетом того, что ставятся с числовыми программными управлениями, то есть более автоматизированные установки, то такое количество людей уже возможно на одной технологической цепочке и не надо. И происходит оптимизация численности, но естественно никто не хочет, чтобы люди оставались без работы, мы хотим, чтобы наши люди были трудоустроены, поэтому делаем максимальные усилия, прикладываем, чтобы приходил инвестор, организовывал производство, именно наши люди туда переходили работать. Ну и достаточно уровень заработной платы, чтобы был обеспечен. Конечно. Потому что мы же сами тоже такие же живые люди и потребители, и понимаем, чем больше заработная плата у людей, тем больше они пойдут в магазин, увеличится товарооборот, и вот так вот цепочкой, в принципе, это все приведет к развитию нашей области и страны в целом. Оксана Васильевна, расскажите, пожалуйста, какие крупные объекты в этом году будут предложены потенциальным инвесторам во время экономического форума? Ну, на пленарной части мы планируем презентовать пять крупных инвестиционных проектов. Первое – это организация производства, переработки листового стекла, будет презентовать открытое акционерное общество «Гомерстекло». Второе интересное достаточно инвестиционное предложение – это строительство щебеночного завода мощностью до 4 миллионов метров кубических. Это на территории Лееческого района, в принципе, у нас существует там два месторождения гранита, это «Крестьянская Нива» и «Карьер Надежды». Месторождения довольно-таки крупные, запасы разведаны 250 миллионов метров кубических. Поэтому хотелось бы, чтобы там организовали производство, переработки. У нас существует облдорустрой, там организовано производство, объем производства – 1 миллион метров кубических. И запасы позволяют. А так как щебень – это, в принципе, строительный материал, то можно его использовать мало того, что на внутреннем рынке, так еще и на рынок Российской Федерации можно завозить. Там же «Карьер Надежды», вот и «Гристианская Нива», как я сказала, там существует еще одно из мест на рождение, у которого облицовочный очень красивый камень. Тоже надо, чтобы пришел инвестор, выложил деньги, и тогда мы будем не только щебень, это уже будет последняя стадия переработки данного облицовочного камня, но также граниты, как вы все видели, метро в Минске отделано. Потом у нас проект, который будет еще третий презентоваться, это организация производства фильтров для автомобилей. Тоже новый проект, в принципе, довольно-таки объем инвестиций, там порядка, по-моему, 12 миллионов долларов. Срок окупаемости около 4,5 лет и рентабельность порядка 22%. Четвертый проект – это организация производства спортивных тренажеров. Когда изучали рынок, в принципе, спортивные тренажеры у нас в основном, что у нас, что в Россию, завозятся из Китая, там порядка 65%. Вообще очень много импортируется. Рынок очень большой, и так как мы уже страны таможенного союза, и у нас безбарьерный перевоз между нашими границами. Допустим, если у нас будет организовано производство на территории Республики Беларусь, то может продаваться без таможенных платежей в Российской Федерации. То есть для инвестора, который сейчас имеет аналогичный бизнес где-нибудь на территории стран дальнего зарубежья, то это, по моему мнению, довольно-таки приличная льгота такая. И последний проект, который мы будем презентовать, это торфосопропелевые смеси. Из них можно делать кормовые добавки, которые дальше использовать при земледелии и при животноводстве и птицоводстве. Хотелось бы тоже у нас очень большие залежи сопропелей, как на территории Ленческого, Жидковического района. Они разведываются, но в принципе эти сопропелия, если их усушивать до уровня гранул, скажу такими простыми словами, то они имеют очень большую ценность минеральную. И используя при земледелии, при земледелии увеличивается урожайность. То же самое можно сказать и в животноводстве. Если добавлять в прикормы, то увеличивается прирост веса. И еще мы будем презентовать одно из новеньких таких направлений, никогда еще не практиковали, но так как форум у нас экономический, то мы будем рассказывать про туристический потенциал нашей области. То есть будет выступать у нас начальник управления спорта и туризма и такая очень красивая презентация, где показываются у нас возможности как медицинского, делового туризма, агротуризма. То есть всех приглашаю посмотреть, как это будет происходить. Конечно, с каждым годом все больше и больше туристов проявляет интерес к Беларуси, к нашему региону. Действительно есть что посмотреть. И развлечений тоже достаточно. Оксана Васильевна, но ведь, наверное, каждый район, помимо тех, о которых Вы упоминали, где планируется разработка уже существующих открытых месторождений, каждый район должен что-то предложить свое. Есть ли какие-то интересные именно от райцентров или какие-то проекты, которые можно реализовать в небольших населенных пунктах в аграрном секторе? В среднем, так вот если оценивать в общей чертах, то где-то по 5 инвестиционных предложений поступало от районов, поступает ежегодно. Кстати, те, которые я озвучила, по производству тренажеров – это Реческий район, а по производству автофильтров – это Светлогорский район. Так, на секциях будет сельскохозяйственная отдельная секция, там тоже будет 10 инвестиционных предложений, как минимум, озвучено. Ну и я еще раз обращаю всех внимание на сайт gomel-forum.by, 152 инвестиционных предложений. Во всех отраслях вы можете зайти, открыть укороченный паспорт этого инвестиционного проекта, скачать. Там, в принципе, и инициатор проекта, и объем инвестиций, в какой стадии этот проект существует, существует ли бизнес-план уже разработан, либо технико-экономическое обоснование по этому проекту. В принципе, если разработан бизнес-план, то понятные показатели эффективности этого бизнес-плана указаны. То есть, все, что возможно было, мы пытаемся сделать, чтобы привлечь все-таки инвесторов. Но если судить по объемам вложенных средств, то кто наши основные в этом смысле партнеры? Страны-доноры у нас, конечно, Россия. Больше всего иностранных инвестиций поступает сейчас из России. Но также, в принципе, активна у нас Германия, Литва. Да, кстати, вот по поводу инвестиций из Российской Федерации, то это в основном у нас прямые идут иностранные инвестиции. Потом Украина, в принципе, реализует инвестиционные проекты. Вот в этом году мы еще будем подписывать с Австрией. Будет довольно-таки крупное подписание, порядка 220 миллионов долларов США. Потом подписываем с Германией. Вот все, кстати, наверное, знают, что у нас солнечные парки. Мы одна из первых областей, которые строят фотоэлектрические станции. Вот на данный момент у нас заключены три инвестиционных договора, причем тоже это в рамках всех предыдущих форумов было. Инвестиционные договоры на три площадки. В Ельском районе одна площадка и две площадки в Брагенском районе. Вот вот солнечные парки у нас ирландской компании. И в этом году мы подписываем с немецкой компанией тоже на альтернативную энергетику, те же солнечные парки. И планируется, в принципе, реализовывать этот проект на территории Наравлянского района. То есть, в принципе, районы у нас не остаются. Без внимания. Да, без внимания. В общем-то, так достаточно равномерно распределяется интерес инвесторов к нашей области. Скажите, пожалуйста, ну а в какие направления в основном предпочитают вкладывать деньги? Ну, если вот брать усредненные статистические данные, то, допустим, по уровню прошлого года, у нас вообще работает на территории области капитал из 40 стран. Вот. И за предыдущую пятилетку объем этих иностранных инвестиций составил около 5 миллиардов долларов. Вот. Отрасли. Это производство нефтепродуктов. Он где-то занимает порядка 50%. Потом производство машин и оборудования порядка 16%. То есть, если мы смотрим по удельным весам, по направлению иностранных инвестиций, по видам экономической деятельности. Производство резиновых и пластмассовых изделий 8%. Транспорт и связь это 5%. Химическое производство тоже около 5%. Металлургическое производство около 4%. Торговля где-то 3%. И текстильное производство где-то 2,5%. Это вот такие самые основные сферы, которые интересуют иностранного инвестора. Оксана Васильевна, вот в самом оптимистичном ключе каких результатов Вы ожидаете от 13-го экономического форума? Но мне хотелось бы, конечно, чтобы все наши инвестиционные предложения нашли своего потребителя, назовем это так. Чтобы пришел инвестор, чтобы организовали здесь производство высокотехнологичное, с высокой добавленной стоимостью, с достаточным уровнем зарплаты для наших людей. И вот хотелось бы, чтобы в принципе узнали, что существует такая вот страна, как Республика Беларусь, а в ней есть конкретно Гомельская область, где местные власти сделают все возможное, чтобы инвестор реализовал и чтобы нашим людям пожилось на нашей территории очень хорошо. Спасибо большое. Остается только Вас поблагодарить, пожелать всем участникам экономического форума успешной, плодотворной, интересной работы. Заместитель председателя, начальник управления промышленности и научно-инновационной деятельности Комитета экономики облсполкома Оксана Корниенко была сегодня у нас в гостях. Спасибо Вам за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»